Вопрос касается страха социальной активности, любой по сути, да, то есть негативное восприятие социальной активности, в том числе общение, в том числе выражение своих мыслей, чувств и так далее. Человек пишет, что на первом курсе познакомилась с девочкой, общались с ней до марта, затем я просто выгорел, мне надоело постоянно что-то обсуждать, сидеть, постоянно ходить вместе, хотелось одиночество, и постепенно прекращало общение, затем она подружилась с другой девочкой, и после этого мы не общались, сейчас она пригласит в моей группе, а остальные мне не нравятся, нет такого человека, с которым я бы среди них хотел общаться, да и они со мной общаться не говорят желаниями, так что все взаимно. Для меня АП – разговор с любимым человеком. Особенно в начале учебного года, кого-то о чем-то нужно спросить, отдать какую-то справку, мне очень сложно с ними разговаривать, начинаю заикаться, запинаться, меня может трясти перед обычным разговором. С ответами на занятиях еще хуже, когда у нас семинар, я всегда хочу остаться дома, потому что всегда есть вероятно, что меня спросит, а я не хочу отвечать перед этой группой. Не важно, хорошо я знаю материал или нет, я просто боюсь и стесняюсь. Ну и вот, значит, все в таком духе. Человек пишет, что я хочу попробовать переступить через себя и выступить, но уверенно, у меня опять будет чуть-чуть трясти, я не смогу заснуть перед этим днем. Не знаю, как с этим бороться каждый день перед учебой, я все раз репетирую, кому как и что скажу, как пройду мимо каждый день паника, я не могу из-за нервов долго заснуть. И сон не крепкий, ночью постоянно просыпаюсь, затем долго не могу уснуть, либо вообще уже могу встать в 3-4 часа ночи. И в таком нервном сцене я с самого начала учебного года, каждый не волнуюсь о чем-то, а расскажите, пожалуйста, что это такое или как с этим можно бороться. Вот, знаете, читаю я ваш текст, и появляется у меня такое чувство, что бы было, если бы этого ничего с вами не происходило. Ну, то есть, если бы вы не боялись, да, если бы вы были спокойны, если бы не придавали столько значения тому, простопишите. То есть, что бы было тогда, что в таком случае была бы ваша жизнь, как бы складывалась ваша жизнь в таком случае. И, если честно, я не нахожусь ответа. На мой взгляд, ваша жизнь, она была бы в таком случае куда менее яркой, вот, она была бы в таком случае куда более бедной на эмоции. Вот, и это сейчас вам кажется, что вам это мешает и так далее. Ну, я думаю, что если бы этого не было, то вам бы получилось гораздо-гораздо более хуже, на самом деле. Потому что сейчас, на данный момент, как будто бы ваша жизнь, она такая, она достаточно интересная, она достаточно яркая. То есть, да, она тяжелая, она нелегкая, она стрессовая, это да, но она в то же время и довольно яркая. А вот, если бы этого не было ничего, у вас, если бы я имею в виду, этого бы не было, то как бы вы жили в таком случае? Вот, я думаю, что вот здесь речь в первую очередь идет о, ну, некой, знаете, такой, можно сказать, вторичной выгоде, вторичной выгоде. То есть, речь идет именно о вторичной выгоде. То есть, что? Что я получаю от того, что вот так живу? И, конечно, первый, ну, первая мысль, да, и первый ответ, который, может быть, даже напрашивается сам, это то, что вы ничего не получаете. Вам только плохо ответил. И я вам, конечно же, верю, что вы так думаете и считаете. Но вот, если представить все же, а как бы складывалась ваша жизнь, если бы вот этого ничего не было? То вот попробуйте, попробуйте себе ответить на этот вопрос, как бы складывалась ваша жизнь в таком случае. Ну вот, я думаю, что как минимум вам было бы скучно. А как максимум вам было бы, ну, гораздо, вероятно, тяжелее, чем сейчас. Вот, хоть вы со мной, скорее всего, не согласитесь. Вот, поэтому в первую очередь здесь нужно подумать о том, насколько вы реализованы, насколько вы самореализованы, насколько вы самодостаточны. И, в первую очередь, о чем нужно подумать, это о том, насколько вам вообще интересно все, что вы делаете. То есть, вот вы говорите, да, что не важно, как хорошо я знаю материал, я боюсь и стесняюсь. То есть, в первую очередь, вы обращены на, получается, себя. Вот. То, что вас волнует, это вы сами. То есть, весь ваш взор, да, вся ваша активность, она обращена исключительно только на себя, в этом смысле. Она обращена на себя, она, ваша активность направлена только на вас. Вот. Хорошо ли это? Да нет, не хорошо, потому что по факту вы не замечаете внешний мир вообще. То есть, вы вообще не замечаете внешний мир, не замечаете, не видите, что в нем происходит, что с ним происходит. Вот. И это, само собой, это проблема. Само собой, это проблема. Это серьезная проблема. Потому что складывается, складывается ощущение, что вам вообще ничего не интересно. Вот. То есть, вам интересен внешний, вам интересен только ваш внутренний мир. Вот. Причем он вас, он вас волнует, ваш внутренний мир, с точки зрения оценки. То есть, с точки зрения того, что вот, ну, все с вами, там, не знаю, что-то не так, да, что вот какая-то вы не такая. И все, по большому счету. И все, по большому счету. Понимаете? В чем, в чем суть, как бы. Вот. Поэтому я думаю, что в такой ситуации, вот в такой именно ситуации, ну, вполне естественно, вполне нормально, что вы концентрируетесь, что вы, ну, что вы центрируетесь. Только на, вот, как раз, на себе. Потому что, если вы не центрируетесь на себя, то на чем еще вам, вам центрируется. Вот. Это первое, да. То есть, организация своей жизни, организация своего пути, организация по раскрытию, и реализация ваших, как бы, способностей, да, ваших интересов, в первую очередь. Это первое, на что нужно обратить внимание вам. Дальше. Дальше. Вы себя обесцениваете. Очень сильно вы себя обесцениваете. То есть, вообще, такое ощущение, что глобально с вами что-то очень сильно не так. Вот. Вот вы. Какая-то не такая. Вот. Сейчас, ну, как бы, сейчас люди увидят, вот, ну, какая вы. И, соответственно, вам, там, не знаю, что-то сделают, да. То есть, вот тут точно такой момент, такой момент, что вы, ну, что вы себя очень сильно обесцениваете. Вот. Вот. Очень сильно вы себя, ну, принижаете, по сути. Вот. И это тоже вам не дает покоя. То есть, вы себя, вы себя занижаете настолько, что другим людям, да, вот, как-то, ну, приписываете, если угодно, какие-то негативные вещи, из-за чего вам тяжело с ними общаться. То есть, ну, по факту, по факту вы боитесь того, что, ну, что люди, что люди в вас разочаруют. То есть, вот. Я не знаю, замечаете вы это или нет, но вот вы очень, очень сильно, как будто бы этого, этого боитесь. Вот. То есть, тут нужно смотреть именно на обесценивающие тенденции ваши. Вот. Тут нужно смотреть именно на то, как вы к себе относитесь. Тут нужно смотреть именно на то, как вы себя видите, да. Тут нужно исследовать вот эти, вот эти моменты для чего. Чтобы приступы потихонечку их корректировать. Вот. То есть, сначала, сначала это больше похоже на боль. То есть, сначала есть ощущение, что вам очень больно, что много боли у вас, что много вы, вот, в себе, ну, зажимаете, так скажем, агрессии, много вы в себе зажимаете негатива, много вы в себе зажимаете злости. Всего этого вы себе, получается, не позволяете. То есть, ну, все это остается, как бы, в вас остается невыраженным. И со временем это начинает приписываться другим людям. Со временем это начинает проецироваться на, ну, на других людей со временем. То есть, со временем вы даете, воспринимаете людей через призму, вот, такую. То есть, через призму, вот, именно своего отношения, скажем так, к себе. Вот. И это, конечно, тоже необходимо корректировать. А если у вас есть подозрение на социопатию, ой, на социофобию, простите, на социофобию, да, вот, то вам, конечно, в этом смысле рекомендуется обратиться к врачу, вот, и соответственно, чтобы он вам поставил диагноз соответствующий и назначил лечение. Так, в целом, психотерапия, то есть, с этим не надо бороться, но этим надо заниматься. Это психотерапия, наверное. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Обращайтесь!